привет друзья подписчики моего канала просто зрители сейчас был на рыбалке и поймал маленькой рыбки и хочу посадить немножко красной икры буквально вот это вот называется пятиминутка но нас улице гораздо меньше она посадилась 5 минут это самая вкусная икра которая вот часа за который бы еще плавал сейчас уже икра у меня здесь кастрюльки и знаете посмотрел на ю тубе много роликов там и специалисты там граммовки этом соли вымериваю вымеряющим помутят крутир ребят я покажу вам свой самый 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 простецкий способ засолки красной икры и он самый вкусный это будет края дайте наши будут оптимального вкусная оптимально малосольная но мне один минус она долго не хранится это вот сделали и покушали вот сразу там два-три дня поели смысл хранит красный прудовая нет она потом вкуснее конечно же изменяется это будет самая самая вкусная красная икра которые вы можете приготовить у себя дома вкуснее можно приготовить красный икру только на воде он поймал рыбку и вкус не достал и тоже приготовил но дома вот рыба максимально свежие и каракас раздел и как она солится но для начала отделяем икру из рыбки складываем в кастрюльку куда-то там да и теперь нам уже поставить вариться по звук варить эту звучок у меня варится кипит сейчас какой-то там найти в граммовках нету рецептах на сколько грамм соли на литр воды все такое я сыпем столько соли пока она не перестанет растворяться в воде максимально концентрированный звук варим соль берем желательно брать крупную эту звука она маленько грязная но это ничего страшного то звук остается в мелкой соли на едино там и добавка до слеживания на она не подходит берем крупную соль наливая наливаем водичку кипятим высыпаем до тех пор пока она не перестанет растворяться видите вот на бортика слюки выступает все звук готов выключаем пускай остывает отстаивается там песочек в этой крупной соли ничего страшно очень все сядет главное чтобы досудила остыла так но пока то звук остывает сейчас маленько быстренько от грохот от грохочем икру рыбка вот поджарим завтра на руке на рыбалку все вам покажу все расскажу рыбачить будем по лицензии так что всему открыто максимально и доступно но пока делаем укорку все кто звук готов остывает переходим к рахатане икры икро захотать делаю пару минут берем из ты разворачиваем его вот так может пригодится эта информация развернули его ведь икра вот он и просто через сетку для можно купить кароходку специальную которая стоит в районе 3000 красивую а можно взять кусок стальной сетки от китайского вентилятора и поверьте справляется вам гораздо лучше чем магазинная грохотка все лето хотел сделать на нее рамочку так руки не нашли морить ведь продавил всю икру пленочки всякие живочки остались вот здесь первой ложкой просто аккуратненько раз и со спрямли все это в мусор все очень просто и легко взяли стык вот так вот так вот выглядит они все все привык можно его развернуть он для удобства разворачиваем так это убираем и просто давите не бойтесь икра довольно таки если она не жировая довольно таки твердая штука потому что вода самка метает икру самец выкапывает ямку она туда вкладывает но приплывает другой самец и начинает выкапывать свою ямку эту икру бедную мотыляет по камням очень твердая жесткая в украине понимает покупает икру а бывает такая крашу она бегает по зубам и и нельзя укусить это уже выходная икра стерок она очень жесткая до ванночки на смотрится очень красиво однако одной прям но она бегает по зубам и не упущу такую икру я бы не рекомендовал покупать потому что это уже обвод от вареное яйцо так сказать зародыши надо брать икру вот которая еще до захода горной речки нерестовый когда рыбка вот эта игра все очень просто так или я думаю смысл понятия сейчас я все это выдело 1 хочу и мы продолжим с вами съемочку просто мешать камера неудобно не приключайтесь ну вот друзья икру я отгрохотал вот такая вот икорка получилось эти абсолютно недавленная однако одной вот эти вот пленочки жилочки это все в отход у осетровых вот эти все штуки плаценты она жарится у красной рыбы нет накидывать часы выкину и продолжить так друзья в того как игру мы отгрохотали смотрите ту звук у меня остыл надеюсь какое количество песка было в крупной соли ту звук должен быть либо холодный либо чуть-чуть теплым у тебя температура тела я награду в 35 36 просто странный звук крепко крутой теперь такой важный момент икру нужно тебя ее нужно промыть она вроде как вы видите я такая аккуратненькая все все хорошо с ней но здесь есть кровь слизь какая-то надо есть мы высыпаем кастрюльку так смотрите кровяные как назвать в узбуски про и короче тоже убирайте нам есть попадаются оба наливая равное количество икры такое же количество тузука вот именно тузука ни в коем случае не про не мойки просто в воде икрас побелеет и все вы ее испорчите вот быстренько промыли над ведь любой слизистый звук такой не очень хорош буквально 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 там 30-20 секунд все перемешали икра маленько повелела потому что туз бучок сейчас мы и сливаем если вы зима на то что вы откинул одну секунду все дружу икру промыли один раз буквально там 15-20 секунд ну максимум 30 помешали слизь кровь все с нее смываем перекладываем видите это я слив это вот остатки это любят а которая нам не нужна переваливаем икру дружочка вот на дружочке остались ошмёточки пленочки всякие всякая бята это тоже убираем теперь солим вот это надо все убрать кровь попадает за того никуда не деться просто берем и уберли и убираем всякие тебя очки их немножко но они ведь и есть все заливаем икру тузлуком аккуратно не перебал того что песок на дне остался ну такая особенно скрупно ребят я ничего не могу с этим поделом залили тузлук очень хорошо хранится только в эмалированной посуде все перемешиваем все это дело старайтесь перемешать хорошо чтобы все икринки разбились видя как бы такая слежалась это буквально минуту но все равно когда выливаете звук первый она слежит засекайте когда налили тут звук засекаем время ровно три минуты не больше не меньше это будет оптимальная посоль и малосольная икра можно солить пять минут но это уже икра будет соленая и это игра будет на длительное хранение можно закладывать смело но солим три минутки и это будет малосоль на 1 икра самая вкусная солится ровно три минуты все время пошло осталось еще минутки-полторы сейчас я пока готовлюся и продолжим все три минуты прошли берем чистую марлю накрываем дуршвачок и теперь сливаем нашу игру вот такая вот классная вещичка получилась смотрите какая-то за того чтобы звук крутой икра шкурка у нее этот оболочка на как восстановится в дубе и она отойдет показать будет стекать это все отойдет она будет нормальная мягкая и вкусная но она не давится вот такая красота ведь давленых икриных практически нет вот есть пару штучек это не все все сейчас накрываем краями марлечки эту икру и убираем сегодня у меня уже вечер папа до утра а утром я вам покажу что получилось она сейчас течет вот этот звук и и сколько крови еще осталось это это второй а если бы вы солили не промывая вся слизь была бы у вас укреп это было вот так они икра вам скажу промывать обязательно на малосол мы солим 3 минуты на длительное хранение 5 минут все друзья ждем утра утра посмотрим что получилось не переключайтесь увидеть шуму результат так ну вот друзья не края что за ночь знаете что у меня получилось никакого ту звука она держит абсолютно форму но она одна к одной вернистая ведь вот такая вот смотрите недавно одна молодая не знаю зрительница или зритель писали комментарии по поводу икры что самая вкусная икра которая продается магазине в железных банках потому что она обработана химическими конспорность способами стерилизованное все такое это не так самая вкусная икра не самая вкусная но одна из самых вкусных вот такая вот попробуйте осталось ее разложить по баночкам и убрать в холодильник кушать всем приятного аппетита ну все на этом заканчивается видео сейчас уезжаю на рыбалку на лице зеленка приеду покажу все это происходит на икру раскладывать вот такие квадратные банки есть круглые у них не очень удобно они местом больше под них занимают вот квадратный сама то такие вот такие вот такие но квадратная форма когда у них логинисты и еще один совет не накладывать их поджога чуть-чуть оставляйте место потому что когда открываете крышкой ставить их одна на одну она на глаз будет давить уже чуть-чуть не доложить но если для себя тут оптимальный вариант вот такие небольшие баночки застали там за день за два съели все большой банки на ложкой не возиться в ней ну все друзья на этом заканчиваю видео всем кому полезно информация ставьте пальцы вверх кому бесполезно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал пишите комментарии ответить всем ближайшие видео у меня два на три я уеду но когда вернусь на всем отвечу все друзья всем пока